доброе утро мои дорогие зрители всех приветствую всем рада с вами наталья сегодня 1 ноября вот пришел последний осенний месяц осталось еще два месяца и мы встречаем очередной новый год ну что погода у нас совсем даже не не позднее осенние не зимние а скорее всего весенние ночью было плюс 8 в данный момент плюс 10 днем до плюс 15 замечательно нам обещали африканскую жару получите в ноябре распишитесь и радуйтесь но на улице облачка маленькие такие пересты но я думаю даже солнышко будет сегодня поэтому прям него не осень и весна да прям 1 марта можно сказать но мы рады любой погоде у нас еще зима длинная бывает еще и снег выпадет еще надоест мы сейчас вернемся в туровку ну что хочется сказать что вчера с рим стрим не удался печалька и огорчение вчера один раз вышла в стрим он хлоп слетел треск стоял там все в подряд было потом она через некоторое время выходит во второй стрим но он тоже продлился продлился всего лишь 30 минут все быковая но не хочет youtube тебя уже выпускать интернет твой куда-то убегает да 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 но название то какое было санек то уехал психанул дверью хлопнул в лобешник чуть ли не дал но уехал верим 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 о чем удивляться то да верим так что же там происходит быковой срочно нужны деньги поэтому она прям вчера днем о чем она записала лепешки что она очень скучает и хочет что у нее активность была в телеграм-канале а у нее там но извините я не знаю человек 6 общаются и все больше никого у нее не бывает так чтобы за сутки было 200 сообщений 300 150 нет 10 20 все вот такое не вообще она хочет вообще не чтобы у нее там прям все говорили говорили и желательно все говорили ей в жопу дули-дули дули-дули прям вот и и оба хваляли вы хваляли но не судьба так мы вчера днем видели как она сидела около пятиэтажного дома ли трехэтажного но кирпичного дома не чередские в тамбове ждет когда дойдет в квартиру начинает рассуждать как она жила в квартире не жила на в квартире сколько она жила в квартире вот она живет доме и так нравится конечно нравится ты в своем доме делаешь то что ты хочешь никто тебя не видит за высоким забором никто тебя не слышат а в городе ты не можешь жить потому что ты выродок тебя вот вы родили они воспитали и ты не можешь в обществе жить ты можешь жить только за колючей проволокой хотя бы на своем участке ну ладно чё она приехала то ресницы снять да не в салон дорогой а видно к той же девушки к лешкиной которые клеила ей и женьки ресницы и свете работницы на к ним приехала не приехал домой чтобы снять ресницы а для чего снять ресницы чтобы выйти в стрим и плакать плакать и плакать да но но youtube не пустил интернет вырубился да у нее теперь не безлимитной а ей там очень мало гигов дали платно в общем все у нее не так и у нее и печалька и грустинка и она пыталась как бы заплакать и по станиславскому молчала держала немую сцену не вышла очень долго просила чтобы ей дали поставили тысячу лайков тогда она расскажет про сашу но сбор у нее был на зерно очередное зерно да все фермеры закупаются зерном в августе месяце до начиная с конца июля августа начала сентября во время уборочной когда и цена адекватная нет быковой надо именно тогда когда уже подскочила цена вот тогда ей вдруг надо и она надеялась я не знаю надеялась она продать коров не надеялась но и надо три тонны пшеницы ячмень и кукурузы горох цену она поставила 47000 я ради интереса зашла на авито в тамбурскую область посмотрела цены пшеница ячмень стоят от 7 до 8 тысяч за тонну горох стоил 17 рублей за килограмм то есть 17 тысяч за тонну но быкову же в россыпь то не устраивает ей надо отборная и что по мешкам было расфасована а этого извините в порядок растет практически еще на сто процентов поэтому она такой ценой зла еще доставка но я думаю она очень врет но не пшеница не 16 стоит ну стоит она пускает фасованные 10 10 рублей за килограмм или 10 тысяч за тонну также ячмень они приблизительно одинаковые плюс минус тысячи и горох или кукуруза кукуруза еще дешевле чем горох быкова ты же ведь соберешь не 47000 даже если ты соберешь и начнут тебе донатить сколько ты соберешь мы знаем 80 тысяч ты уже собирала 30 тысяч на ремонт или 40 тысяч сколько в итоге у тебя получилось я вчера ради интереса вечером уже перед сном заглянула в данный шнайлерс ее у нее же то есть со стрима она ушла у нее было то ли 1700 или 1800 а уже было 2000 но кто-то еще вне стрима кидал но она же начинает возмущаться вчера она была и уже сказал что она себя плохо чувствует и все у нее не так и денег не дают а где день ты только приехала из москвы ты в эти выходные так где ты шла фотошоп фотошоп да вот с такой мордочкой утянутой сашкой с дочкой ночью или ранним утром вы там были до о сети этого мало сетки который находится ты идешь по улице это было вот позавчера и у тебя денег нету да но извини все фермеры и все кто держит крс и всякую скотину живность все начинают загодя загодя начинают собирать денежки именно твоя жлеухина сама кричала что ты на зерно и на сено практически собираешь сама деньги забираешь каком смысле не то что мы знаем что-то с людей собирает на ли ухина то сказала что ты с реализацией продукции это все делаешь что-то мы это не видим ли ухина зоя ты чего барню свою сдаешь не даешь не побираться но вчера все-таки трагедия про сашу так и не не да на самом интересном стрим сорвался и бы кого больше не выходила огрызалась когда ее спрашивали про детей где дети с какой целью интересуетесь огрызалась когда про хейтеров начинали как она хейт переживает она сказала что она не обращает внимание ну что тебе этот хейт объясни мне кошка ты лезешь на окно или не лезешь давай думай давай прыгай вот но хейт для нее но знаете она без него выжить не смогла а на чем бы она контент делала вот она вышла в это самое маленькие stories и прыгнула кошка задела штатив и опять же photoshop photoshop и вчера еще меня поразило выпустила маленький шорс где появилась казинка с фруктами там маленькая мисочка хурмы и маленькая мисочка винограда бананчики яблочки ананас сок газированный экзотический фрукт дракона да и как дети на это напали кто привез вы думаете санек нет она сама заказала ей привезли да она была в тамбове попросила ей в магазине супермаркете все это упаковали красиво но со спонтом это саша привез и вот этот экзотически почему лёха всегда дома лёха уже этот дракон режет он по моему дома живет режет этого дракона дети едят не знаю какими руками но как инжир быкова ела а потом свои руки давала всем откусить ты чё по инжиринке не может дать каждому чтобы ребенок съел и понял понял вкус нет это не в ее варианте но чем одна показуха вот смотрите детей фрукты есть а только потом почему-то мы видео видали что эти все фрукты на столе стоят и когда настя ходила на стол смотрела и вот так озарялась вот оглядывалась я чувствую что была вот такая таблица и было сказано брысь отсюда давай не тебе на крылья по ребенку можно счесть все он тоже как собака эмоциональную по нему все можно считать ребенку и вчера шорсы женьки ну то что она сашкой там в аквариум ходила это ладно я теперь буду посуду мыть всегда 17 лет меня воспитывали но я вот не люблю это не хочу делать меня и пугали что я и замуж не выйду и это все правильно тебе говорили только ты не за посуду замуж не выйдешь а из-за материных детей до ни один пчеловод не будет терпеть твое няньки не да поэтому купить посудомоечную машину и не придется мыть руками посуду в чем проблема то купи недорогую маленькую настольную куда угодно но купи себе в чем проблема то и будешь от целый день посуду собирать в ночь ставить она тебе будет мыть если ты не хочешь мыть но она взрослеет она меняется ты начни менять с того что скажи маме мама пошла ты лесом ты нарожала ты нянчи дали спокойно жить но ты не можешь отрезать пуповину но не можешь потому что у тебя там нефть качается от мамы через эту пуповину денежные потоки так же как и лёха деньги зарабатывать 17 лет прямо через два года у него квартира будет хорошо молодец хватка ты чья не мамкина а борькина до генетику ее никто не отменял тот строил коттеджи на того чтобы сдавать этот квартиру будет покупать но вот и все новости на сегодня не знаю сегодня выйдет стрим или нет она же так своим подписчикам и не рассказал куда делся саша и что случилось и вот что интересно когда епешечка после развода приезжал к детям она его в дом не пускала он с детьми общался на улице а саша приехала его и в дом пустили и стол накрыли и постель постелили и хозяину он поиграл ходил на хозяйство с кружкой кофе сам он себе его наливает и сало сам себе режет вы знаете когда приезжают гости даже к ребенку даже если это отец хотя он даже не отец он донор спермы то так себя не ведут в чужом доме саша ведет все мои дорогие на этом я прощаюсь мне надо кое-что сделать потом меня просил сын чтобы я внука отвела к стоматологу на профосмотр раз полгода него записали сами на работе отведи мам отведу хотя он большой парень но я дойду сама с ним мы все посмотрим поэтому всем до встречи всем пока пока хорошей погоды хорошего настроения здоровья здоровья и здоровья